Привет, я Руслан Усачев и сегодня, получается, я уезжаю из России. Такое вот, пора валить у нас сегодня. Я пока не буду вам говорить в какую страну, и вы, пожалуйста, не читайте в комментариях сообщения тех, кто уже досмотрел ролик до конца, знает ответ и решил вам его проспойлить. До самолета у меня несколько часов, у меня сегодня перелет с пересадкой в Стамбуле, но до этого еще есть вот какое-то время, мне нужно некоторые дела доделать в Питере. Кое-что вам анонсирую, расскажу вообще, чего я напридумывал снимать и что, надеюсь, получится снять. А в конце мы прибудем на место назначения, и вы узнаете, какая страна станет моим домом на июль 2021 года. Пока мне нужно зайти кое-куда. Два года у меня уже практически логотип, пора валить есть, и наконец-то его час наступил. Сейчас я иду в офис, где находится магазин моего мерча, но также магазин мерча некоторых других начинающих артистов. А у нас много таких? Зуб даю, что вы запутаете. То, что одинаковая обложка к черным и белым паспортам, то есть неизвестно, что внутри можно перепутать. Но этот вопрос они решат, и ничего не будет перепутано. На складе здесь всякие футболки, разные вещи, которые еще только секретные. Но вот это я вам покажу. Скоро во всех виш-листах России скотч Руслан Усачев. Посмотрите, полный сет, пора валить. Сколько всего-то у нас ждало момента своего. Сразу предупреждаю, вот таких сумок всего 20 штук, потому что мы решили попробовать, насколько это прикольная штука. Два отделения внутренних, карман внешний. Можно будет взять вместе с полным набором вообще вот всего, что есть. Футболки, шапки. Выбирайте. Вы будете готовы к валению лучше, чем я. По ссылке в описании посмотрите, что входит в набор. Там разные варианты в зависимости, допустим, от цвета футболки. Какая вам больше нравится, черная или фиолетовая. А мне надо бежать чемодан собирать. Новость. Собираться, чтобы переехать в другую страну, сложно и долго. Особенно это неудобно делать, когда ты решил собираться в последний день. Не хочется оказаться в ситуации, что я забыл переходник для розетки и теперь придется все сворачивать и возвращаться в страну. Это все еще даже без одежды. Мне же нужна техника, чтобы снимать, поэтому я практически весь свой сетап пытаюсь уместить в этот чемодан. Кстати, у меня очень красивый чемодан. Блин, кажется, не влазит. Раз, два, три. Это совершенно точно перевес. Я иду на стойку регистрации, отдавая себе отчет, что будет перевес, и меня отправят оттуда доплачивать. Но вдруг повезет. Не повезло. А вы знаете, что вот если вы летите с пересадкой, то по международным правилам больше 30 килограмм. А куда я дену свои карты, Маджик? Я же уезжаю. Я беру все самое необходимое. 25 минут до самолета – самое время последней трапезы в России. Что это еще могло быть? Естественно. Теперь я готов. Актуальный лайфхак на случай, если вы в самолете сидите на среднем месте и рейс забит полностью. Начните кашлять. Я немного простудился, из-за этого постоянно кашляю, у меня сел голос. Но это не ковид. Но никто не знает, что это не ковид. И достаточно быстро рядом со мной образовались пустые места. И я летел с комфортом, Space Plus. Я не знаю, что кашлял постоянно. Три часа пересадки в Стамбуле. Давайте я вам расскажу, чего я напридумывал. Я же все-таки обещал вам, новый сезон пора валить, раз уж я уезжаю вот так вот. Как я и говорил, я не хочу превращать канал в шоу об иммиграции. То, что я себе решил присмотреть страну для жилья, еще не значит, что всем это интересно. Это же весьма узкая тема. Где, что, сколько стоит, как устроиться на работу, как случайно не попасть в тюрьму. Я же, когда снимал тревел-видео в России, они были не об этих темах. Мне было там интересно показать какое-нибудь уникальное место или рассказать странную историю. Вот я планирую заниматься тем же самым, с поправкой на то, что буду жить по месяцу в стране. Я буду жить не в отелях, а в съемном жилье. Я буду осваивать общественный транспорт. Я буду питаться не в топовых туристических местах, а собирать какой-нибудь список локальных ресторанчиков. Я поеду в места, на которые бы не стал тратить время вообще во время обычного отпуска. А иногда я буду просто тупить весь день в ТЦ, либо читать в парке, либо спать. Я предлагаю назвать это концепцией медленного путешествия. Вот когда ты не пытаешься из каждой секунды своей поездки выжать максимум, а наоборот даешь себе времени, чтобы проникнуться местным колоритом и таким образом более многогранно раскрыть страну. Окей, что это значит для вас? В конце каждого месяца будет выходить большое видео, в котором я буду делиться своим опытом вот этого медленного путешествия. А также буду объявлять следующую страну, в которую я отправлюсь, в ту, которую выберете вы. Чувствуете запах? Интерактив. По ссылке в описании вы найдете сайт, который мы запустили вместе с авиасейлз. Ну конечно, куда я без лучшего поисковика дешевых авиабилетов. Это будет своеобразная лента, всего пора валить. Со временем сайт будет наполняться видео, отчетами, хронологией, какими-то советами. И там есть раздел, в котором вы можете голосовать за одну из стран, куда я дальше перееду. Кстати, первое голосование уже запущено. Помимо этого я буду снимать дополнительные видео на основной и на второй канал, либо про какие-то особенные места, либо про аспекты моего приключения. Потом посты в социальные сети, новые рубрики в телеграм-канал. Плейстейшн мне не влезла в чемодан, поэтому времени на контент будет много. Хотя я взял игровой ноутбук, так что возможно все, что я вам сейчас рассказал, будет выполнено на 0%. И вы мне ничего не сделаете, ведь я в другой стране. Мне кажется, то, что от самолета до аэропорта столицы пускают идти просто пешком, это многое говорит о стране. Я же понял, что в моем плане есть одна опасность. Вот я сейчас прилетел в очень маленькую страну, а вдруг здесь будет скучно, а я заперт в ней на месяц. Вас тогда ждет видео о том, что в стране скучно. Большое видео о скучной стране. Посмотрим, посмотрим. Я пока сижу в ожидании своего багажа, хочу сказать, что у меня же вся почта забита вашими приглашениями. Там предлагают поделиться советами, контактами. Я просто пока не знаю, какие будут страны, но все ваши контакты в папочку сохранил, что точно будет полезно, если вы знаете, как пробраться во всякие закрытые секретные места, допустим, если вы президент страны. Многие делились своими историями о переездах или вот таких подобных бесконечных поездок из одной страны в другую. Я думаю, некоторые даже с детьми в такое приключение отправляются, сумасшедшие. Но очень вдохновляет. Смотрите, я не придумал какой-то хитрой подводки, поэтому просто скажу, в июле я живу в солнечной Черногории, и это будет шикарно. Сейчас план такой. Я иду распаковывать вещи, а вы подписывайтесь на канал, вы смотрите на новый мерч, вы подписывайтесь на мой инстаграм, вы тикток мой ищите, чем черт не шутит, на него тоже подписывайтесь, а я постараюсь... постараюсь что-нибудь снимать.